Неприятный сюрприз для жителей Центрального и Октябрьского округов. На улице Богдана Хмельницкого, недалеко от завода «Полёт», спилили около 50 деревьев. Тут были тополя и шаровидные ивы. Десятка деревьев омичи не досчитались и на улице Лермонтово в районе трамвайной остановки «Учебная». Фотографии свежих пеньков неравнодушные омичи выложили в социальные сети и посты практически сразу собрали сотни гневных комментариев. Администрации города заявили, что срублены были лишь аварийные деревья, причем по жалобам самих же жителей. К слову, главный агроном Омска Галина Цыганова ранее на своей пресс-конференции предупреждала, что в этом году аварийный снос будет вестись активно, так как большинство деревьев были посажены в середине прошлого века и уже небезопасны. Правда, все срубленные обещали компенсировать новыми посадками. Тот объем работы, который мы убираем аварийные деревья, мы комиссионно проходим специалистами, мы приглашаем сейчас, чтобы вот так к нам не относились скептически, приглашаем дендрологов спета университета, с аграрного университета, которые тоже с нами составляют, проходят, актируют деревья, которые надо снести. Вместе с экспертом, почетным лесоводом России Анатолием Багуном мы проехали по точкам вырубки и оказалось, что на самом деле в сносе нуждались далеко не все срубленные деревья. Так, например, на улице Лермонтова эксперт подтвердил необходимость сноса деревьев, но был удивлен, почему рабочие спилили один сухостой, но не тронули соседний. А вот на Богдана Хмельницкого, где уничтожили целую аллею трухлявых пней, мы почти не обнаружили. Судя по этому, по тому, как я наблюдал их еще прошлым летом, они могли бы еще жить и жить здесь. Часть деревьев тут усыхали, усыхали, по-моему, в результате того, что их неудачно в свое время кронировали, были здесь сухие деревья, их надо было убрать. А в основном деревья стояли еще бы лет 20 и неспокойно.